Здравствуйте! Конструкция высоковольтного одновиткового импульсного трансформатора. Перед вами на слайде детали его первичной обмотки. Пока это никак не напоминает первичную обмотку, и вообще непонятно, какое отношение эти колечки и детальки из нержавейки имеют отношение к трансформатору. Импульсному трансформатору, цель которого точно без искажения передать импульс и повысить напряжение на обмотке, соединенной с нагрузкой. Давайте посмотрим, как все это собирается в первичную обмотку и как получается трансформатор. Привариваем конденсаторной сваркой выводы к первичной обмотке. Такую конструкцию трансформатора широко применяют в высоковольтной технике, когда первичная обмотка представляет собой один виток. Он находится снаружи сердечника с высоковольтной обмоткой и является еще и конструктивным баком. Можно найти такую конструкцию и подробное описание расчета в известной монографии Вдовина. Теперь мы соберем внутренний и внешний корпус первичной обмотки. Они образуют незамкнутый виток, проводящий ток. Внутрь этого бака вставляется изолированный магнитопровод с изолированной вторичной висковольтной обмоткой. А вот в эти пазы, вырезанные в цилиндрических основаниях, крышка корпуса и основания, выводятся витки высоковольтной вторичной обмотки. Вот такая конструкция у нас получилась. Как видите, зазор между верхними крышечками внешне и внутренне нет. То есть виток не замкнут и имеет место быть обмотка. Одновитковая обмотка. Возьмем колечко Т300 смесь 26 от Micrometals. Это колечко будет лежать внутри вот этой первичной обмотки. Смотрите, колечко находится ниже, чем внутренний цилиндр, а внутренний цилиндр ниже, чем внешняя крышка. Еще раз подчеркиваю, хватает места и для изоляции, и для того, чтобы виток оставался разомкнутым. Это важно. Будем использовать 4 слоя 150 микрон толщиной стеклотекстолита для изоляции внешнего цилиндра и внутреннего цилиндра от сердечника с высоковольтной обмоткой. Вот таким образом укладываем заранее размеренную вырезанную полосочку. Закрепляем ее лентой, чтобы она у нас не раскручивалась. Дальше она разожмется самим сердечником, так как зазоры минимальные, чтобы была минимальная индуктивность рассеивания. Из миллиметрового стеклотекстолита STF сделаем изоляцию донса и верхней крышки. И с помощью армированной тефлоновой или, правильно сказать, фторопластовой по нашему ленте сделаем изоляцию сердечника и самого витка вторичной обмотки. В два слоя внахлёст укладываем изоляцию сердечника. Проверяем, что сердечник по-прежнему входит и имеются зазоры для того, чтобы уложить вторичную обмотку. Вторичную обмотку выполняем из медной ленты толщиной 150 микрон шириной 8 миллиметров. Подготавливаем ленту и начинаем ее изолировать все той же самой тефлоновой лентой, армированной стекловолокном. Начинаем укладывать обмотку, виточек к витку, она рассчитана так, чтобы образовалась однослойная обмотка. Ну вот теперь понятно, какой у нас получился трансформатор. Спасибо вам за внимание, до свидания, до скорых встреч, оставайтесь на нашем канале.